Привет, девчата и ребята! Наступил наш третий день на Кипре. Теперь мы на колесах. Выдвигаемся навстречу большим приключениям на нашей маленькой машинке. Приглашаю вас разделить с нами эту поездку и насладиться видами Кипра из окна автомобиля. Наша конечная точка на сегодня – дикий пляж в городе Писсури. Расстояние примерно 45 километров от Лимассола по направлению в сторону Пафоса. За рулем папа. Он расскажет вам о том, как без проблем арендовать машину. Приветствую вас, дамы и господа! На Кипре можно арендовать машину на каждом шагу. Обязательные условия у вас с собой должны быть российское водительское удостоверение. Не копия, не фотография, а только оригинал. Один из самых распространенных вариантов взять автомобиль в аренду – обратиться в компанию по аренде автомобиля прямо на улице. И это самый дешевый вариант. Аренда автомобиля эконом-класса на 3 дня обойдется в 90 евро. Без учета бензина, естественно. Второй вариант – воспользоваться приложением для аренды автомобиля. По сути, это то же самое, что и первый вариант, только вам не придется идти в офис для оформления документов. И минусом этих двух вариантов является то, что у них только один вариант оплаты. Заплатить за аренду вы можете только с карты. Если вы не можете этого сделать, то ничего не получится. Также у вас на карте блокируется депозит около 800 евро. В случае совершения ДТП по вашей вине, страховка покрывает только 600 евро. Весь остальной учеб вы должны оплатить самостоятельно. Такой вариант подойдет только опытным путешественникам, которые имеют валютные карты. У нас таких карт не было, поэтому нам пришлось воспользоваться третьим вариантом – обратиться к туроператору. Цена у него будет подороже. Цена на тот же самый автомобиль эконом-класса на 3 дня составила 140 евро, без учета бензина. Но в эту стоимость была включена страховка от всего, без ограничения по сумме. И самое главное, не нужно заморачиваться с депозитом и картами. Получаешь автомобиль и можешь ехать. На Кипре левосторонние движения. И в самой машине все тоже наоборот. Коробка скоростей под левой рукой, а поворотники под правой. Первые несколько часов мозг просто кипит от этой путаницы. Обязательно надо дать себе время на адаптацию. В остальном движение на Кипре спокойное. Ограничение скорости в городах 50 км в час. На магистралях 100 км. Стоят знаки предупреждения о видеофиксации, соблюдении скоростного режима. Но ни одной камеры я не увидел. Видимо, знаки стоят просто для устрашения. И каприотам этого достаточно. Парковка в городах практически везде платная. И делится на две категории. В первой категории плату с вас берет человек. Во втором ты должен воспользоваться вот таким раритетом. Я такие аппараты помню по старым французским комедиям с Пьером Ришаром. Оплатить парковку в нем можно на один или на два часа. И это очень неудобно. Если ты приехал на более долгое время, через два часа тебе опять придется бежать к машине. И так каждые два часа. На Кипре построено почти 13 тысяч километров дорог. И только 272 километра из них составляет автомагистрали. Ну а перед дальней поездкой обязательно нужно зайти в магазин и купить что-нибудь покушать на целый день. Давайте заедем в магазин заодно, посмотрим, что вообще продается в местных супермаркетах. Папа, ну давай покажем. Вот такой он. Да, вкуснота. Очень много разных колбасок. Печеньки, конфеты, мармеладки. Очень много сладкого. На любой вкус. Различные орехи. Некоторые мы узнаем, а некоторые совсем не знакомы. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Порошок какой-то. Ребят, серебряный орех. Это конца какие-то. Толстенная черчхела. У нас таких больших мы даже в Сочи не видели. Хлеб и разные вкусные печеньки. Есть из чего выбрать. Какая-то непонятная мука. Огромное количество свежих фруктов и овощей. Какие-то стручки. Подозреваем, что это фасоль. А эти непонятные фрукты мы решили не брать. Похоже, это рис. И оливковое масло. Огромное количество разных видов оливок. Выбрались на скоростную магистраль. Мчим и наслаждаемся видами вокруг. Большая часть острова занята горами. Юго-западная половина острова занята широким горным массивом. Традос. Изрезанным продольными речными долинами. Наиболее высока его северная часть. Здесь находится и самая высокая точка Кипра. Гора Олимп. 1951 метр. Между хребтами лежит равнина Месаория. Орешаемая в период дождей временными потоками рек. Защищенная горами от ветров. Эта равнина обладает благоприятным климатом. И является житницей Кипра. Поля пшеницы и ячменя чередуются здесь с рощами олив, тутовника и апельсиновых деревьев. А на предгорьях сменяются виноградниками. Резкий контраст ландшафтов можно видеть на Кипре. Ярко-зеленые рощи масличных и цитрусовых культур сочетаются с сухими желтыми предгорьями. Сочная луга с пёстрыми коврами цветов и роща грецкого ореха с дикими скалами безлистных горных вершин. Лазурное побережье с белоснежными пятнами яхт. С зимним хвойным лесом и ослепительной шапкой снега гор Традоса. Лето на Кипре длится с мая по октябрь. В этот период осадков почти нет, а жара досекает плюс 40 градусов. Под палящими лучами солнца растительность выгорает. Пересыхают немногочисленные реки и ручьи. Дожди начинаются в конце октября. Больше всего осадков выпадают в горных районах. Дождевые и паводковые воды главные источники снабжения острова водой. Они тщательно сохраняются и используются. Жгучее кипрское солнце благоприятствует возделыванию винограда. Виноградники везде, но больше всего их на Лимассолском плато, на южном и западном склонах Традоса. До высоты 500 метров. В предгорьях и на равнинах преобладают заросли вечно зеленых кустарников. Известниковые южные склоны хребтов Керения и Карпас отличаются бедной остепененной растительностью. Леса занимают около 20% территории и состоят из дуба, кипариса, алепской сосны. В горных долинах Алиант Тамриск. Такая география Кипра объясняет многообразие его фауны. В лесах встречается муфлон, водятся змеи, ящерицы, хамелеоны. Из птиц орлы, коршуны. Много перелетных птиц. Вот мы и добрались до места. Паркуемся и идем смотреть достопримечательности. Я сейчас пойду к кактусам. Вот мы тут уже припарковались. Мама, бабаши рукой! Вот сейчас я к кактусам пойду. Я увидела их, когда мы парковались. Они такие здоровенные! Я таких никогда не видела. Тут не только красивые кактусы, цветы, пальмы, растения которых я даже не знаю. Спускаемся к морю и выходим на пляж. Посмотрите, народу вообще нет. Тут никого, как мы и надеялись. Пляж абсолютно дикий. Мы были там совсем одни. Только мы и море. Скалы и осьминог. Мы боясь навредить ему. И поэтому заснять хорошо у нас его не получилось. Но впечатлений у нас было масса. Живой осьминог в море. Такой не каждый день увидишь. Вот таким был наш третий день на острове Кипр. Мы остаемся купаться и лазить по скалам. До вечера. Увидимся с вами завтра, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok